Вот жёлтая, вот жёлтая. Она может через какое-то время вообще темнее ещё быть. Ржавая горячая вода из крана в доме на Свердловской течёт постоянно. Жаловаться фармэнерго Галина Васильевна уже перестала. Говорит, бесполезно. При этом платить за такую воду и отопление в небольшой однокомнатной квартире приходится почти по 2000 рублей в месяц. Поэтому, когда управляющая компания предложила пенсионерке подписать согласие на то, чтобы с нового сезона их дом обслуживала не фармэнерго, а СГК, женщина согласилась. Мы за, что нас город возьмёт. Мы даже с удовольствием. Мы сейчас переходим в новую компанию, в уютный дом. И мы хотим, чтобы перейти в город. Даже очень хотим. Не против переподключения и соседи Галины Васильевны. Всё дело в том, что СГК пообещала понизить тариф на отопление и воду. Нам выдали бланки, что мы не против, что мы переходим в другую компанию. И нам там обещали, что у нас затраты на теплоресурсы будут меньше. Но переподключить дома, как выяснилось, не так просто. Фармэнерго не даёт своё согласие. Сегодня на подъездах пятиэтажек СГК даже расклеила объявление, где сообщает жителям, что компания Фармэнерго препятствует подаче тепла. И просит собственников квартир с этой проблемой обращаться и в свои управляющие компании, и в Краском. Люди обязательно откликнутся, потому что людям не всё равно. Рынок тепловой энергии, он конкурентный. И стороны в крае приобретать тепловую энергию у того источника, у которого она дешевле. Необходимо Краскому, как владельцу тепловой камеры, которая осуществляется закрывание задвижек и подача тепловой энергии в сеть, то есть выполнить мероприятие по закрытию этих задвижек. И в дальнейшем, соответственно, мы уже приступим к подаче своего теплоносителя. В Краскоме пояснили, что прекратить подачу тепла от Фармэнерго они не имеют права. Сделать это может только сама компания, которая комментировать эту ситуацию, кстати, отказалась. Зато её прокомментировали в мэрии и заявили, что никакого переподключения в этом году и вовсе не будет. С 22-го числа, нуля часов, отопительный период начался. Всё, что сейчас кто-то что-то хочет сделать, это вообще-то чревато. И потом, когда где-то начинает ресурсоснабжающая организация что-то ещё дополнительно, ну, это, во-первых, значит, может привести к нарушению жизнедеятельности, да, к всем этим вопросам, это, естественно, будут рассматривать правоохранительные органы. Председатель общественного движения «Народный контроль» в сфере ЖКХ Роман Казаков считает, что это спор двух хозяйствующих субъектов. И здесь ни люди, ни администрация, ни Краском его не разрешат. Готовность сибирской генерирующей компании тоже начать поставлять тепло в сети компании Краском никак не влечёт обязательств компании Краском оплачивать эту самую тепловую энергию в адрес сибирской генерирующей компании. Поэтому пока, грубо говоря, пока Фарменерго добровольно не откажется снабжать теплом эти многоквартирные дома, в конечном счёте они будут и поставщиком коммунальной услуги, и выгодоприобретателем от её оказания. Ситуацию может разрешить только новая схема теплоснабжения, считает Роман Казаков, где должно быть чётко написано, какой дом от какой ресурсоснабжающей организации получает тепло. Но схему Минэнерго в этом году снова не одобрила. Её отправили на доработку уже в четвёртый раз. Юлия Бучкова, Эдуард Баглай, Михаил Масленников. Афонтова новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова